В ваших платежках подорожала коммуналка. Вы считаете, что управляющая компания обслуживает ваш дом спустя рукава, качество воды из-под крана оставляет желать лучшего? Мы поможем разобраться. Я, Дарья Зимина, приветствую всех наших телезрителей. Сегодня в прямом эфире мы обсуждаем проблемы жилищно-коммунального комплекса Ямальского района. И в качестве гостей в нашу студию мы сегодня пригласили заместителя главы Ямальского района Александра Карпова, заместителя директора по финансовой экономике филиала Акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Ямальском районе Владимира Некрасова и директора Акционерного общества «Ямальская управляющая компания» Анну Платонову. Здравствуйте. 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 Итак, наши гости, наши телезрители смогут смотреть прямую линию сегодня на телеканале ЕТВ. Также идет прямая онлайн-трансляция на нашем сайте www.yamaltv.ru и в нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Кроме этого, вы можете слушать нас в эфире Авторадио. За время подготовки прямого эфира к нам поступило более 50 вопросов, и многие из них частного характера. К сожалению, все мы не сможем сегодня озвучить, так как нам просто не хватит эфирного времени. Но я вас уверяю, ни одно обращение не останется без ответа. Несмотря на это, я призываю звонить нам сегодня в прямой эфир по телефону 30294, и пусть ваш вопрос будет услышан. Также вы можете написать о наболевшем в смс по номеру 8902-62-85-687 и оставить вопросы в комментариях под видео трансляции онлайн ВКонтакте в группе. Итак, мы начинаем. Давайте посмотрим, какие проблемы волнуют сегодня жители Ямальского района, те обращения, которые к нам поступали, исходя от них. В этом графике уверенно и с большим отрывом лидируют вопросы по услугам управляющей компании. Нам поступило 22 вопроса. На втором месте это коммунальные ресурсы, их предоставление касается работы Ямала Коммунэнерго. И третье место это у нас долги и плата за жилищно-коммунальные услуги. Поэтому, соответственно, результатом я предлагаю поделить нашу беседу на три основных блока. Итак, первый блок это качество коммунальных услуг. Мы знаем, что услуги по своему предоставлению подразделяются на жилищные, за которые отвечает управляющая компания, либо товарищество собственников жилья, и коммунальные. Их предоставляет ресурсоснабжающая организация, в нашем случае это Ямал Коммунэнерго. Если говорить в коммунальные услуги, входит водоснабжение, подача электроэнергии и теплоэнергии. Если говорить о последнем, то есть об отоплении, здесь важна категория жилья. И жителям интересно, они негодуют, почему цены на коммуналку в ветких и аварийных домах гораздо выше, чем в капитальных. И сколько бы ни грели батареи, дома все равно холодно. С чем это связано, и почему тогда жители должны столько платить? Добрый вечер, уважаемые телезрители. На этот вопрос попробую ответить я. Во-первых, нормативы потребления тепловой энергии установлены постановлением автономного округа за номером 791-П. Норматив потребления тепловой энергии зависит от типа и категории здания. Так, например, в селе Ярселе дома в капитальном исполнении, норматив на их обогрев практически в два раза меньше, чем на аналогичные дома в деревянном либо сборно-щитовом исполнении степенью износа более 65%. Это в первую очередь означает, что обогреть дом в капитальном исполнении необходимо практически в два раза меньше энергии, чем на аналогичные дома в деревянном либо сборно-щитовом исполнении. Конечно, есть определенная несправедливость, что люди не по своей воле живут в таких домах ветхих. И получается, что платежка приходит на самом деле практически в два раза больше за отопление, нежели чем люди, живущие в благоприятных, комфортных условиях. Поэтому мы эту проблему берем для себя, скажем так, в разработку. И уже в ближайшее время будут подготовлены соответствующие обращения в профиле департамента Маланинского автономного округа. Я думаю, что все-таки нас на уровне субъекта услышат. Я думаю, ваш ответ порадует сейчас жителей. Начинаем с позитива, мне кажется, это очень хорошо. Но жители не понимают, почему в своих квитанциях они круглый год видят строку отопления даже летом. Добрый день, уважаемые телезрители. На этот вопрос постараюсь ответить я. Ресурсоснабжающая организация, которая поставляет теплоснабжение в дома потребителям, исходя из расчета норматива, отталкивается от отопительного периода. На территории Ямальского района он составляет в селе Салимал, допустим, 9 месяцев, в селе Сиеха 11 месяцев. Чем северная территория, тем длиннее отопительный период. И распределяется на 12 месяцев календарного года равными долями. Те же потребители, которые имеют приборы учета тепловой энергии, они в летние периоды не платят, они платят только за отопительный период. Нам поступали и вопросы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Ямальцы седают на то, что платят каждый месяц за эту строку в квитанциях. Но когда будет сделан ремонт в их доме, никто не говорит, и они сами не знают. Что в этом случае вы можете сказать жителям? Как им поступить? Во-первых, стоимость определена также постановлением автономного округа. Стоимость сбора на капитальный ремонт составляет 10 рублей 50 копеек за один квадратный метр. Обязанность платить всех собственников данные взносы обязывает нас жилищный кодекс, статья 169. Что касается непосредственно самой программы капитального ремонта, то она утверждена, называется это региональная программа капитального ремонта. Срок ее с 2018 года по 2044 год. Туда включены все многоквартирные капитальные дома. Скажем так, срок, когда наступает ремонт вашего дома, и какие виды непосредственно будут проходить этого ремонта, можно узнать непосредственно в администрации муниципального образования Ямальский район, а конкретнее в управлении жилищно-коммунального комплекса энергетики, либо в администрации муниципального поселения местной администрации. Что входит в капитальный ремонт? Ну, как правило, это ремонт фасадов, утепление фасадов, ремонт кровли, ремонт инженерных систем внутридомовых, ремонт крылец, ремонт маломобильных групп и многое другое. Более подробно можно ознакомиться с перечнем в законе автономного округа номер 11 ЗАО. Хорошо. Скажите, а вот как рассчитывается тот срок, когда дом в капитальном исполнении уже может подвергаться капитальному ремонту? Ну, как правило, средний срок, когда уже необходимо, определенные конструктивы уже необходимо ремонтировать, как правило, это 15-20 лет эксплуатации дома, после ввода его в эксплуатацию. Хорошо, спасибо. По росту тарифов на жилищно-коммунальные услуги нам поступило только одно обращение, но социологические опросы жителей Ямальского района говорят нам о том, что людей все-таки волнует повышение тарифов. Мы можем видеть это на экране. Хотя, насколько мы знаем, тариф субсидируется округом. Как вы считаете, надуманная ли это проблема? Попробую ответить я на этот вопрос. Во-первых, хотел бы всем телезрителям, скажем так, открыть такую информацию, что есть два тарифа. Первый тариф – это экономически обоснованный тариф. Это та полная стоимость услуги, как электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение. Есть второй тариф – это тариф для населения. Это доля, которую платит население от полной стоимости тарифа. Как вы видите из слайда, в среднем составляет доля, которую оплачивает население, от 8% до 25% от полной стоимости услуги. Ну, это немного. Это немного, да. И для того, чтобы, скажем так, покрыть эту разницу, субъект ежегодно закладывает субсидию порядка 1 миллиарда 200 миллионов рублей для того, чтобы, скажем так, сдержать рост темпа тарифа для населения. Что касается, дорого платит население, либо недорого, я предлагаю следующий слайд посмотреть. Здесь приведены платы граждан за жилищно-коммунальные услуги и в виде сравнения приведены на аналогичные услуги, сколько платит население в соседних наших регионах. Кроме того, я прошу телезрителей обратить внимание на самую нижнюю строку, где отражена именно средняя заработная плата населения, живущего в этих регионах. Теперь, я думаю, каждый ответит сам для себя на этот вопрос, насколько мы дорого, либо недорого платим. Спасибо. Хорошо. Мне сообщают, что у нас первый телефонный звонок в студию. Давайте его примем. Итак, говорите, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем, говорите. Нет, к сожалению, это ошибка, может быть, техническая неполадка, так что продолжаем дальше. С 1 января 2017 года расходы на общедомовые нужды перешли из коммунальных в услуги по содержанию жилья и многие еще в неведении, как же все-таки это работает. Житель Ярсели спрашивает. Мы платим норматив на общедомовые нужды за электроснабжение и водоснабжение. Если нам понятен норматив ОДН по электроснабжению, то совсем непонятно взимание денежных средств за ОДН по водоснабжению. Просим вас разъяснить данную плату, если в подъезде нет общего крана и вода для мытья подъезда берется из квартир. Давайте я отвечу на этот вопрос. Здравствуйте, уважаемые телезрители. На самом деле у нас с 1 января 2017 года ОДН перешли из коммунальной услуги в жилищную. Сейчас вы их можете видеть в своих платежках по управляющей компании. ОДН рассчитывается у нас по нормативу. То есть если до первого полугодия 2017 года у нас был переходный период и мы могли начислять по нормативу либо нет, то сейчас на данный момент нас обязывает законодательство начислять только по нормативу ОДН. Также существует выбор для жителей, для наших. Они могут определиться до конца года, как они будут начислять свои ОДНы. То есть это может быть либо по счетчикам общедомового имущества, либо по нормативу с перерасчетом по концу года ОДН, либо по среднему начисляется ОДН тоже с перерасчетом по концу года. По поводу второго пункта хочу сказать, что даже если в домах не стоит учет запорной арматуры, чтобы забор воды делать, существует ряд технологических мероприятий подготовки дома к осенней эксплуатации, которые либо управляющая компания, либо ресурсоснабжающая компания должны осуществлять, такие как промывка системы отопления, прогон воды по этой системе, либо, допустим, где-то у вас прорвало батарею, чтобы промыть эту батарею, мы должны спустить эту воду и залить. То есть как раз это все вложено в этот норматив ОДН. И также по этому вопросу, наверное, стоит добавить, если дома у нас стоят на выбор или непосредственную форму управления, то ОДН у них также остаются в платежке за коммунальные услуги. Хорошо. К этому вопросу мы вернемся чуть позже, потому что у нас все-таки, я надеюсь, сейчас выйдет первый телефонный звонок. Итак, мы готовы вас выслушать. Говорите, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Говорите. Алло. Добрый вечер. У меня вот вопрос. Алло. Вас слышат. Говорите. У меня к управляющей компании вопросик. Значит, к управляющей компании вопросик. Вот у нас придомовая территория, как бы лестницы. И спуск инвалидный для колясок. Плохо уборка идет. Вот пока не говоришь для инвалидных колясок, они не убирают. Вот я тут сказал, а вы, говорит, звоните нам, мы будем ругать их. Да как звоните, это наша обязанность, если у нас высчитывают деньги. Значит, приходит снег убирать. Крелечка так сметут чуть-чуть, а возле нижней крелечки так горшку оставляют. Так они должны делать проходы, значит, чтобы люди-то ходили. Значит, еще вопрос. У нас дом у солдата В-5. Это Солимон. Выиграли торг, нет управляющей компании. Тут интересовали жильцы, как бы спрашивали документы на этот дом. Нет документов, не показывают, что есть вы, как бы, документы, что у нас дом прошел торг, либо что. Вот тут жилец, как бы, говорится, у нас в доме, спрашивали какие документы. Не показывают документы. Вы, говорит, зайдите на какой-то сайт, вот такой вопрос. За что деньги? И сумма 1300 в копейку. Значит, первый месяц у меня 200 с чем-то, и сейчас каждый месяц по 1300. Ну, 1400. И что, за что платим? Ну, я думаю, вопрос понятен. Человек не понимает все-таки, за что они платят. Подъезд не обслуживается. Ну, видимо, так. Это Солимал, я так понимаю. Подобный вопрос, кстати, у нас есть дальше по сценарию по поводу уборки снега и трудности, создаваемые для маломобильных групп населения. Нет, на самом деле у нас в поселке Солимал буквально на той неделе была у нас поездка, было собрание с жителями, где объяснялись жителям, потому что у них в течение трех лет не проводился конкурс по отбору управляющей компании. Наконец-то в этом году, в июле месяце, администрация объявила открытые торги по проведению отбора, так сказать, управляющей компании, и дома встали на наше обслуживание. Конкретно по жителю по Солдатова 5 надо просто посмотреть, что входит в тариф по этому дому. То есть как бы по поводу уборки, да, мы все прекрасно знаем, что если у нас выпал снег, у нас работники идут и очищают эти крыльца. Ну, я, наверное, буду сейчас озвучивать то, что все работы у нас фиксируются на ряд заданиями. И если уважаемый житель не удовлетворяет его качество, как почистили наши работники крыльцо, он может не подписывать, и пока его не удовлетворит данная услуга. Вот и все. Хорошо. Я думаю, попозже все-таки мы вернемся к этой теме и поговорим более подробнее. Можно я тоже немножко добавлю? Хорошо, конечно. Я думаю, во-первых, где можно узнать, из чего соскладывается, скажем так, плата гражданина за жилищную услугу, во-первых, можно зайти в главе поселка Салимал и взять полную детальную информацию, что именно включено в перечень данной жилищной услуги. Кроме того, у меня огромная просьба все-таки к Ане Анатольевне. Есть необходимость, вообще эта уже практика, она, скажем так, прижилась уже во многих регионах, вывешивать в каждом подъезде, что состоит, периодичность выполнения работ, чтобы не было вот таких вопросов в дальнейшем. И если есть моменты, тоже жителям огромная просьба сразу напрямую звонить, скажем так, либо администрации, если не местная администрация в главе, о том, что качественно услуга не выполняется, раз, в принципе, услуга проходила через открытый конкурс, то есть который организован непосредственно глава поселка. Поэтому нужно это все взять на контроль. Конечно, мы это возьмем. Да, и в дальнейшем реализовывать, чтобы было минимально живо по данным теме. Надеюсь, житель, который нам позвонил, остался доволен ответом. Я думаю, в вашей ситуации разберутся. А мы продолжаем дальше, возвращаемся к вопросу о нормативах по общедомовому... ОДН. ОДН, да, по ОДН. Все-таки как-то увеличится рост платежей из-за переноса? Нет, рост платежей не увеличится. Все останется на том же уровне. Хорошо. Тогда переходим к следующему вопросу. Здесь мы уже закончили, но все-таки пока не переходим к следующему вопросу, так как у нас еще один звонок в студии. Все-таки тема острая, вы сами это понимаете, поэтому давайте примем. Итак, говорите, вы в прямом эфире. Да. ООО РСУ Панаес в сентябре 2017 года установил в доме по улице Лаптандяр-Цемни 11А теплощетчик. Почему жильцы дома должны платить за отопление по нормативу, если теплощетчик установлен, но не принят комиссией Ямал-Коммун-Энерго села Ярцеве. В Панаевске теплощетчики установлены и в других домах, но они тоже не приняты комиссией Ямал-Коммун-Энерго села Ярцеве. Вопрос. Почему? Спасибо вам за вопрос. Ну, я думаю, это вопрос. Ну, Дарья, да, я отвечу на этот вопрос. При установке приборов учета по тепловой энергии существует определенная процедура, которая не так проста, как кажется на первый взгляд потребителю. Поставили счетчик, сразу же давайте взимать плату по счетчику, не изберите нас по нормативу. Процедура заключается в следующем. При установке прибора учета необходимо в первую очередь получить техническое задание в ресурсно-оснабжающей организации. После этого обратиться к организации, которая имеет право устанавливать прибор учета. На территории Ямальского района таких организаций, ну, они не осуществляют свою деятельность. Ближайшая находится в городе Салихарда. В городе Салихард. Застройщик может сам установить прибор учета, но факт того, что ему техзадание будет подписано, и счетчик будет установлен правильно, это еще об этом не говорится, и это далеко не значит. Вполне возможно, что в случае с жителями села Панаевска и теми домами, у которых установлено, берется по нормативу, так и произошло. То есть в настоящий момент организация, которая устанавливала прибор учета, устраняет недочеты при установке, которые были определены при согласовании техзаданий, при подписании их непосредственно. Вы сейчас рассказали такой порядок установки счетчика. Правильно? У нас, кстати, поступил такой вопрос из интернета, поэтому, я думаю, уже отвечено. Мы его не будем брать в расчет. Так все-таки, что по наевсам-то делать в этом случае? Что вы ему посоветует? Как разобраться? В любом случае, вопрос будет взят на контроль, конкретно адрес прозвучал, и если у них прибор учета установлен, все же плата будет взиматься. Ну и более того, хочется отметить, что потребитель не несет ответственность за некачественную установку прибора учета. В тот момент, когда прибор учета будет, соответственно, сдан этой организацией непосредственно ресурсно-оснабжающей организацией, то есть Ямал Коммунерго жителям за период с того момента, когда он был установлен, будет сделан перерасчет и перерасчет, соответственно, с теми показаниями, которые будут на приборе учета. Хорошо, спасибо. Нам известно, что к 2016 году все поселения Ямальского района обзавелись новыми водоочистными сооружениями, однако проблема качества воды никуда не ушла. Вы вновь видите на экране результаты социологического исследования. В принципе, тут все понятно. Фактическим подтверждением недовольства жителей качеством воды являются и те вопросы, которые нам поступали. Жительница села Панаевск, Марина Прудникова, записала свое видеообращение. Давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Жители села Панаевск волнуют следующий вопрос. Несмотря на то, что недавно у нас были сданы очистные сооружения, цвет, запах, не говоря уже о вкусе воды, не соответствуют никаким нормам. Мы вынуждены тратиться на дополнительную очистку. Но, тем не менее, берут с нас за эту воду, как за питьевую. Как нам быть и что с этим делать? Подобные вопросы поступали к нам не только из Панаевска, но и из других поселений района. Вы не считаете странным недовольство людей качеством питьевой воды, если в поселениях для этого сделано все или не все? Дарья, позвольте, начну я отвечать на этот вопрос. На самом деле, за последнее время сделано очень много. Во-первых, построены новые водоочистные в селе Сииха. В 2016 году полностью, скажем так, модернизированы и заменены водоочистные сооружения в Салималии в Панаевске. Сегодня проходит реконструкцию, скажем так, определенную модернизацию по демарганации и исключению лишнего железа из очищенной воды в селе Ярселе. Полностью заменена фильтрующая загрузка в селе Новый Порт. По сути, на сегодняшний день работа очень большая проведена. Но на этом не останавливаемся. И по поводу повторного загрязнения воды уже непосредственно в самих водопропускных трубах, я думаю, справедливо ответить представителю Владимира Михайловича Ямалкоммунэнерго, рассказать о своих планах, что планируете на ближайшую перспективу и как в дальнейшем будет вода все-таки и когда вода придет до потребителя уже полностью сам пилос. Да, Александр Валерьевич, спасибо. В общем, да, на самом деле проблема качества питьевой воды на территории района в некоторых участках существует. В настоящий момент определено два направления по устранению этой проблемы на ближайшую перспективу, и это будет одним из основных направлений деятельности Ямалкоммунэнерго. В частности, одно из направлений это замена металлических труб на полипропиленовую, и второе направление это кольцевание тупиковых участков сети водоснабжения для того, чтобы вода не застаивалась и не вбирала в себя те вещества, которые отрицательно влияют на ее цветность, мутность, ну и прочий химсостав. Более того, хочется отметить, что по состоянию на 1 декабря химические анализы проб воды, взятые на всех территориях Ямальского района, где свою деятельность осуществляет Ямалкоммунэнерго, показатели мутности, цветности равны нулю, то есть исходная вода с водочистных сооружений выходит достаточно хорошего качества, но основное засорение происходит непосредственно в водопроводе, который будет заменен на всех территориях, 100% на всех территориях района. Хорошо, но все-таки по поводу Панавеска, там какие-то работы по замене проводились? Да, в этом году было заменено 400 метров трубы, на 2018 год планируется также заменить около 2 километров труб на полипропилен, что, несомненно, скажется, улучшит качество воды, ну и последним этапом будет кольцевание, так же, как и во всех поселках. Что касается потребителя, который обратил, ну как и любой потребитель, для того, чтобы ему был осуществлен перерасчет за некачественную услугу, достаточно обратиться в любую лабораторию, имеющую на то лицензию с пробой воды и уже с заключением лаборатории с химанализом о том, что она некачественная, обратиться в адресе Малкоманерго и будет произведен перерасчет. То есть такая возможность есть? Да. Хорошо. Люди недовольны не только водой, но и перебоями подачи электроэнергии. Цитирую вопрос. Из-за перенапряжения в сети ломаются в доме электроприборы, водонагреватели. Как быть в такой ситуации? Кто отвечает за поломку и когда Ямалкоманерго не будет допускать таких происшествий? Хочется отметить, Дарья, что все-таки за последние периоды, ну вообще последнее время аварий, связанных с перебоями в электроснабжении, становится меньше в большинство территорий Ямальского района. За последнее время все прекращения электроэнергии были связаны с неблагоприятными погодными условиями, вследствие которых и происходит различного рода замыкание электросетей. Что касается вопроса по поводу поломки электроприборов, порой дорогостоящих, также любой из потребителей электрической энергии, поставщиком, который является Ямалкоманерго, ну он единственный, может обратиться в офис Ямалкоманерго с заявлением, с подтверждением покупки данного электроприбора и с актом организации, с актом от организации, которая имеет право ремонтировать данный прибор, о том, что он действительно вышел из строя в тот период, когда была зарегистрирована авария, на ДЭС, ему в случае наличия всех документов будет возмещен ущерб. Более того, если взять статистику за прошедший период 2016-2017 года, более половины заявлений по восстановлению ущерба были удовлетворены положительно. То есть такие случаи есть? Ну да. Теперь давайте снова вернемся к счетчикам. По данной теме нам тоже поступали вопросы. Один из них таков. У меня не установлены индивидуальные приборы учета. В течение трех недель находился в отпуске. Передусмотрен ли мне перерасчет платы за воду и вывоз мусора? В части водоснабжения я постараюсь ответить на этот вопрос. При отсутствии собственника жилья, которое подключено к услугам ресурсно-снабжающей организации более пяти календарных дней, этот потребитель с заявлением обращается в адрес ресурсно-снабжающей организации с приложением акта о невозможности, об отсутствии технической возможности в установке прибора учета и подтверждением его отсутствия достаточно проездных билетов в сторону ему естественно будет произведен перерасчет в рамках действующего законодательства. Такое право имеется. По поводу вывоза твердых наук. Что касается ДОБО, в принципе процедура тоже точно такая же. То есть собственник обращается, прикладывает документы и мы делаем перерасчет. И все-таки жители интересуются за чей счет должны проводиться поверка или замена приборов учета. Вы сказали, что нет у нас в Ямальском районе специализированной организации. Что тогда делать с жителем, куда обращаться? В соответствии с федеральным законом об энергоснабжении, об энергосбережении, то есть любое подключенное помещение к энергетическим ресурсам должно быть оборудовано прибором учета. На территории Ямальского района установку приборов учета по электроснабжению и водоснабжению может осуществлять акционерное общество Ямал Коммунарго, сколько я знаю, управляющая компания и часть строительных организаций, действующих на территории. Установку приборов тепловой энергии на территории Ямальского района, насколько я знаю, таких организаций нет, об этом я уже проговаривал, поэтому ближайшие находятся в городе Салихарда, они же и осуществляют поверку приборов учета. опять возвращаюсь к тому, что законодательство возлагает ответственность о поверке и о замене на собственников помещения. они сами должны за это платить. Хорошо, спасибо вам за ответ. И оператор колл-центра сообщает, что у нас еще один телефонный звонок. Говорите, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос. Вот живем по улице Советская 40, новый дом, который стоит на гарантии и с меня берут за капремонт. Правильно ли действие коммун энергии или управляющей компанией? Наверное, я тогда отвечу на этот вопрос. Хорошо. Что-то по капремонтам. Как я уже сказал предварительно о том, что обязанность собственника платить за капитальный ремонт обусловлена жилищным кодексом статьей 169. Если вы являетесь собственником данного жилого помещения, то вы обязаны платить по 10 рублей 50 копеек с квадратного метра. Я думаю, ответ понятен. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, после которой вновь встретимся в нашей студии и продолжим беседу. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров И помните, приобрести печатное здание теперь можно и в торговых точках села Ярселя. Я напоминаю, на телеканале ЕТВ сегодня в прямом эфире мы обсуждаем проблемы жилкомхоза Ямальского района. Я предлагаю все-таки вернуться к тому телефонному звонку, который прозвучал в нашей студии. К сожалению, вторая часть плохо было слышно, но мне прислали дополнительную информацию. В общем, житель села Ярселя, который проживает по улице Советская, дом 40, жалуется на то, что дому еще нет 5 лет с момента эксплуатации, но деньги за компремонт уже берут. Значит, в дополнение отвечу. Как только дом вводится в эксплуатацию, начинается сразу процедура включения его в адресную программу региональную по проведению капитального ремонта. Просто срок будет этого дома отодвинут, скажем так, когда уже возникнет необходимость, то есть человек платит, платит как накопительный фонд, и в дальнейшем, когда наступает уже необходимость проведения капитального ремонта, то в принципе уже денежная, скажем так, необходимая сумма уже накоплена для того, чтобы качественно и правильно провести капитальный ремонт. Поэтому сама процедура после ввода дома в эксплуатацию для попадания в региональную программу занимает где-то 8-9 месяцев. Как только дом туда включается, в эту региональную программу, автоматически сразу наступает обязанность платить взносы за капитальный ремонт. Я думаю, теперь жителю станет понятно все-таки, почему так происходит. А мы переходим тем временем к следующей теме, это качество жилищных услуг и к собственникам многоквартирных домов. В нашем муниципалитете предоставляет управляющая компания. Давайте пройдемся по списку, какие это услуги. К жилищным услугам у нас относятся содержание мест общего пользования, вывод жидких бытовых отходов и коммунальные услуги на общедомовые нужды. Более подробный список можно посмотреть в постановлении 170 2003 года. Все-таки Александр Валерьевич предлагал вывешивать такие перечни в подъездных домах. Как вы думаете, мне кажется, это была бы очень эффективная мера? Это эффективная мера, да, и мы сейчас над ней работаем, мы сейчас распечатываем новые списки и вывешиваем их в домах. Просто если человек хочет детально посмотреть, что входит в его тариф, потому что зачастую люди не понимают, он точно также может прийти либо на участок, либо зайти на портал ГИСЖКХ, который у нас активно заполняется тоже. Ну и по домам на информационных досках мы тоже это все будем развешивать. Вот, кстати, в дополнение к вашему комментарию, жители действительно не понимают, за что конкретно отдают деньги и недовольны начислением платы за услуги управляющие. Кроме этого, качество обслуживания домов также, по мнению жителей, оставляет желать лучшего. Объясните, как формируются тарифы на услуги управляющей и почему они разнятся в зависимости от адреса? Дома на управление нашей компанией попадают двумя способами. Первый способ это собрание собственников многоквартирного дома, где мы выбираем тариф, услуги, которые они хотят включить. Либо это открытый конкурс администрации муниципалитетов, где в открытом конкурсе проводятся торги и управляющая компания отыгрывает, где уже у нас нету такой возможности, администрация сама определяет категорию дома и тариф в соответствии с этой категорией. Но что хочу заметить, что и тот, и другой способ у нас соответствует 290 постановлению о минимальном перечне оказываемых услуг. Там, если я не ошибаюсь, порядка 30 пунктов. Конечно, они не все попадают, так как у нас условия, так скажем, не позволяют их все осуществить. Но получается у нас это идет по категориям. Если мы говорим о конкурсе с администрацией, то тут надо отметить, что тарифы придумывает не сама управляющая компания, а администрации муниципалитетов разрабатывают сами тарифы, заказывая их у лицензируемого предприятия, где в зависимости от категории дома, от вида работ, от наших условий, так скажем, полярных, от занятости количества человек разрабатывается тариф. Поэтому затем, поверьте мне, он проходит не один контроль и только потом уже администрация выходит на торги с этим тарифом. Если говорить по категориям домов, то у нас делятся они на капитальные дома в капитальном исполнении с местами общего пользования и без таковых, деревянные дома с местами общего пользования и без таковых, и аварийные дома, где процент износа у нас уже идет больше 65%. На данный момент на обслуживание Ямальской управляющей компании в селе Ярселе находится 162 дома, 87 из которых мы отыграли по конкурсу с администрацией, 75 к нам попали по собраниям собственников. То есть собственники нас позвали на собрание и выбрали нас как обслуживающую организацию. 46 домов у нас находятся в непосредственном управлении, то есть это те дома, которые приняли решение обслуживать свое общее имущество сами. В Сюна-Иссалем у нас находятся 52 дома тоже по конкурсу. Если говорить о Салемале, то это 35 домов, которые отошли к нам тоже по конкурсу и 24 в поселке Салемал находятся на непосредственном управлении. Но что еще хочу сказать, потому что жители это, наверное, очень сильно волнует. Есть очень универсальное средство, это собрание собственников помещения. Если вас не устраивает что-то, если вам непонятен тариф или вы хотите его поменять, каждый собственник согласно жилищному кодексу может инициировать собрание собственников, куда придет управляющая компания, соберутся жильцы и обсудят тот или иной тариф в большую либо меньшую сторону. Какое должно быть количество собственников, чтобы это собрание состоялось, было задокументировано? Чтобы у нас был кворум, нам необходим 51% от собственников, чтобы 51% на собрании присутствовало. тогда это считается собрание состоялось, форум есть. Мы принимаем решение. А если в доме проживают не только собственники, но наниматели квартир, что в этом случае делать? К сожалению, жилищный кодекс говорит, что только собственник имеет право и может управлять своим имуществом общим. Если наниматель, то у нас бывают такие случаи, что очень много в поселке кто сдает квартиры и уезжает вести свой традиционный кочевой образ жизни. Тут как вариант я могу предложить только заученное, форму заученного голосования. То есть опять же жители сами собираются, определяют перечень вопросов, которые они хотят обсудить. И как говорится по средствам связи либо дожидаются тех людей из Тундры, которые просто-напросто заполняют формуляр, ставят галочку напротив того или другого ответа, то есть мы за, мы против. Потом это все собирается и тоже это собрание считается уже состоявшимся и полностью правомерным. Продолжая говорить о тарифах на жилищные услуги, Татьяна из Ярселя спрашивает, когда будем платить за вывоз твердых коммунальных Да, это тоже очень интересный вопрос. На самом деле сейчас на данный момент мы начисляем и жители платят точно так же с квадратного метра согласно 156 статье жилищного кодекса. Но сейчас у нас идет поэтапный переход на новую форму расчетов по именно вывозу твердых коммунальных отходов. То есть у нас услуга по вывозу твердых бытовых отходов переходит из жилищных в коммунальную. Происходить это все будет поэтапно. Я насколько знаю это все до января 2019 года будет определен у нас региональный оператор и тогда у нас уже будет взиматься плата с человека а не с квадратного метра. Можно я поясню наверное? Да, конечно. Во-первых, что такое жилищная услуга, которая сейчас непосредственно осуществляется управляющей компанией? Это сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. Это услуга жилищная, а жилищные услуги, как вы знаете, начисляются на квадратный метр. В соответствии с измененным законодательством вступает в силу, точнее уже вступила в силу, единственное, для северных регионов срок отодвинут по выбору регионального оператора по, скажем так, уже утилизации твердых коммунальных сбором, вывозом и утилизацией твердых коммунальных отходов. услуга переходит именно как утилизация твердых коммунальных отходов, и это уже услуга коммунальная, а коммунальные услуги, они непосредственно начисляются именно по нормативу образования твердых коммунальных отходов на одного человека. То есть, как только будет выбран региональный оператор и начнет действовать на территории Ямальского района, то автоматически сразу данная услуга перейдет из жилищной в коммунальную. Когда это произойдет, то, скажем так, дорожные карты, которые находятся на сегодняшний день в Минстрое, сам объявление самого конкурса, конкурсной процедуры по выбору регионального оператора, намечено 22 декабря текущего года. По определенным причинам данный срок может быть сдвинут на начало марта 2018 года. Что, скажем так, как действовать региональному оператору непосредственно уже с учетом утилизации твердых коммунальных отходов, то здесь муниципальное образование, оно, скажем так, не стояло на месте, скажем так, в ожидании. Мы уже на сегодняшний момент заключили соглашение с организациями присутствующими в Ямальском районе, это с Ямал-СПГ, о том, чтобы как только начнет действовать региональный оператор, чтобы была возможность сбора и дальнейшего вывоза для утилизации твердых коммунальных отходов на лицензированный полигон промышленных отходов поселок Сабета. Что касается сел Мыса Каменного и Нового Порта, то тоже заключено соглашение с Газпром нефть Ямал по возможности приема и дальнейшей утилизации твердых коммунальных отходов непосредственно на лицензированном полигоне месторождения Новопортовского нефтегазок десантного По Ярселе как вы знаете у нас полигон уже введен уже с 2015 года По Салемалу у нас тоже в рамках адресно-инвестиционной программы идет завершающий этап по строительству пункта переработки твердых коммунальных отходов Срок пока первоначально намечен на 2019 год но сейчас тоже этот вопрос идет прорабатываться очень тесно с округом и все-таки будем стараться чтобы ввести данный полигон пункт переработки прошу прощения именно в 2018 году то есть когда уже непосредственно придет региональный оператор у него будет уже возможность чтобы в дальнейшем уже полноценно утилизировать все твердые коммунальные отходы Большая работа ведется в этом направлении тем временем нам продолжают поступать звонки от жителей давайте послушаем что волнует очередного позвонившего говорите вы в прямом эфире мы вас слушаем алло добрый вечер в квитанциях на численных услугах из Ямал Коммунэнерго есть строчка у нас повышающий коэффициент при этом в той же квитанции указывают что с 1 января эту услугу начисляют собственникам индивидуальных жилых домов у кого отсутствуют приборы учета мы проживаем по договору социального найма хотелось бы узнать правомерно ли идет начисление повышающего коэффициента тем кто проживает по договору социального найма мы не являемся собственниками этой квартиры хорошо спасибо за вопрос я думаю понятен Владимир Михайлович наверное это к вам да вопрос интересный не раз обращались жители непосредственно к нам в организацию с таким вопросом по поводу повышающего коэффициента в настоящий момент определено что при возложении обязанностей по содержанию жилья согласно социального акта все жилищные так сказать ну все обязанности определенные жилищным кодексом по собственнику имущества переходит на нанимателя жилья в том числе и по социальному акту ну вернее только по ним то есть это все в рамках соответственно ну да можно сказать что правомерно в договоре социального найма обязательно прописано о необходимости и обязанности своевременной выплаты нанимателям всех жилищных коммунальных услуг это обязанность в случае если там не установлен прибор учета то повышающий коэффициент он справедлив хорошо продолжаем нашу тему жилищных услуг так как сейчас зима и Ямал находится в плену обильных снегопадов жители беспокоятся как раз к тому вопросу который поступил нам из Панаевска как часто должна управляющая компания убирать снег на крыльце и во дворах ответьте пожалуйста еще раз расскажите все-таки когда конкретно сколько раз в день сколько раз в неделю как это должно происходить снегопады поэтому эта тема очень актуальна если говорить по поводу прилегающей территории то точно так же жилищный кодекс обязывает что собственник помещения несет ответственность за прилегающую территорию но ни по договору с администрацией муниципалитетов ни на собрании собственников собственники нам не передавали такой обязанности как уборка придомовой территории соответственно у нас это не входит в тариф соответственно услуга не оказывается если говорить по поводу крыльца то у нас сейчас четко прописано берем тот же 290 минимальный перечень что при снегопаде мы ежедневно должны чистить крыльца чем мы занимаемся раньше если мы говорим о старых тарифах то да управляющей компании было разработано два тарифа либо это была ежедневная уборка либо это было раз в неделю ну соответственно как бы и варьировалось по цене вопросов то сейчас законодатель нам четко говорит то что выпал снег идем и чистим поэтому и еще раз повторюсь то что у нас все фиксируется на ряд заданиями если людей что-то не устраивает прям призываю не подписывать это на ряд задания пока их не удовлетворит эта услуга сколько жителей дома должны подписать на ряд задания достаточно одного собственника понятно хорошо нам продолжают поступать в студию не только телефонные звонки также нам пишут смс сообщения оставляют комментарии под онлайн трансляцией в нашей группе вконтакте и я хочу сказать что это не только претензии недовольства есть и позитивные комментарии один из них такой несмотря на некоторые сбои в работе в целом работа ЖКХ устраивает спасибо и с наступающим новым годом спасибо так тем временем мы продолжаем нашу беседу свои обращения нам активно присылали не только сельчане но и тундровики кочевников панаевска беспокоит почему с них взимают плату за содержание и текущий ремонт многоквартирных домов если они фактически не проживают в данном помещении по несколько месяцев году или выполняют работы очистка крыльца замены лампочек и так далее самостоятельно я отвечу на этот вопрос опять же мы с вами живем в правовом государстве обращаемся к жилищному кодексу где четко говорится что даже если либо наниматель либо собственник отсутствует то содержание мест общего пользования выполняется в полном объеме поэтому перерасчеты за данную услугу законодательством не предусмотрено даже если житель куда-то выехал где-то он отсутствует полгода неважно год обслуживание дома продолжается в тех рамках в которых заключен договор либо определено собраниями собственников поэтому к сожалению мы не делаем перерасчет и будем продолжаем начислять а плата как говорится обязанность у собственника возникает платить они обязаны вот кстати еще нам поступило буквально несколько секунд назад сообщение смс как можно обращаться в управляющую компанию села Салимал если начальника участка нет как же такое получается если даже начальника участка нет участок у нас работает специалист по работе с населением точно так же примет все ваши претензии и донесет до начальника участка если не до него то до меня потому что каждый день мы общаемся каждый день я узнаю как у них там обстановка что делается на каком этапе какие работы проводятся А сколько специалистов у вас в Салимане работают? Один специалист у нас по работе с населением. А какие-то ремонтные бригады? Ремонтные бригады, конечно, сантехники, электрики, плотники, разнорабочие, все так же, все работают. Хватает этого штата на поселок? Ну, на данный момент да. Хорошо. Теперь перейдем к теме вывоза жидких бытовых отходов. Специфика Севера такова, в вечной мерзлоте провести канализацию. Это процедура довольно сложно выполнимая и дорогостоящая. Поэтому жители довольствуются так называемыми септиками. В этой части ямальцы жалуются, что септики переполнены. Управляющая компания вовремя не откачивает жидкие бытовые отходы. И, соответственно, вопрос, как часто должны вывозиться жидкие бытовые отходы? Да, если говорим мы именно о откачке жидких бытовых отходов, то да, это тоже перешло у нас сейчас в жилищную услугу. Стоимость на данный день для населения устанавливается департаментом тарифной политики и жилищно-коммунального комплекса ЕНАУ составляет 59 рублей 50 копеек. Это у нас область, так же, как говорил Александр Валерьевич, субсидируемая. Поэтому разница между себестоимостью и тарифом она нам возмещается. Если говорить по поводу периодичности, то, конечно, вы понимаете, что на каждый дом закопан, так скажем, есть септик определенного объема. Соответственно, у нас по наполняемости идет откачка септиков. Если говорить о том, что они переполнены, то я, наверное, тут добавлю то, что у нас есть такие дома, и мы о них прекрасно знаем. Но, опять же, тут вина, наверное, и наше, и население. Почему? Поясню. Потому что порой у нас бывает такое, что машины приезжают, но подъезд к септику, чтобы осуществить откачку, у нас загорожен машинами. Неоднократно управляющая компания вместе с администрацией сельского совета развешивала объявления. Сейчас тоже пользуюсь прямым эфиром, говорю то, что, уважаемые жители, не загораживайте подъезд техники для того, чтобы осуществить эту услугу. И тогда, я думаю, что все будут удовлетворены. Иначе страдают все жители дома. Прислушайтесь. Мне снова сообщают из нашего кулцентра, что нам поступает еще один телефонный звонок. Говорите, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте, говорите. Мы вас слушаем. Так, всех добрый вечер, добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Что-нибудь такая сеть такая. Говори, не останавливайся, говори. Так, всех с наступающим днем энергетика поздравляю. С днем... Здравствуйте, ребята. Все с наступающим днем энергетика поздравляю. И с наступающим Новым годом. Всем желаю всех благ хороших, чтобы не болели, чтобы меньше было жалоб на коммунальные услуги. Спасибо большое за поздравление, видимо коллега. Похоже на то. Один из тех позитивных комментариев в продолжении. Несмотря на такую, как я говорила, острую тему, которая таит в себе много проблем, все-таки есть и позитив. Жители показали себя активно, не только присылали нам вопросы, но и любопытные предложения. Вот одно из них. Зачастую свет на общих этажах в подъездах домов горит круглые сутки и лампы быстро перегорают. Приходится просить заменить лампы или даже менять самим. Нельзя ли рассмотреть вопрос по установке в подъездах датчиков движения? Такая мера существенно позволит сэкономить. Да, я отвечу на этот вопрос. Я хочу сказать, что еще с 2015 года в рамках закона энергосбережения мы начали менять лампочки в местах общего пользования именно на энергосберегающие. только в этом году у нас было закуплено 600 ламп с датчиками оптико-звуковыми, да, так скажем, и 300 ламп постоянного света. 80 подъездов в этом году мы уже оснастили в селе Ярселе такими лампами. Конечно, не будем мы останавливаться на этом, а на следующий год у нас стоит поселок Салимал тоже снабдить такими же лампами с датчиками движения. Поэтому мы в этом направлении работаем и не собираемся останавливаться. Хорошо. Как я уже говорила, много жалоб поступило на качество оказания услуг управляющей компании. Особенно недовольны жители Ярселе и Панаевска. Внимание на экран. Юрий Хасович, поселок Панаевск, улица Лаптандер-Темни, 7, квартира 1. И мой сосед Ванвита Федор Мисалевич. Значит, у нас такой вопрос. Пять лет подряд мы не можем сделать на постоянной основе схему водоотведения. Вот в данный момент, на сегодняшний число, то есть на 12 декабря 2017 года, у нас тоже вся система опять разобрана под открытым небом, холодно. Вот. И уже с наступлением новой зимы нынешней. Опять пошли по обслуживанию системы водоотведения. Кроме этого, у нас был вопрос о том, что у нас за непредставленные услуги общество с ограниченной ответственностью РСУ Панаевск, их обязывают брать. Допустим, снег нам нет необходимости чистить. Или там лампочки вставлять. Или уборку делать. Вот. А вот в многоквартирных домах. И за это, значит, вроде как услуги-то не получаем, а деньги-то все равно мы отдаем. Вот такие примерно вопросы. Я дополню, в числе гостей у нас сегодня в студии, к сожалению, нет представителя ремонтно-строительного управления Панаевск, но мы связались со специалистами этого предприятия накануне и записали ответ по телефону. Давайте послушаем его. По видеовопросу по адресу Лаптандера-Темни-7, где проживает наш работник Вануйта Федор Мецелевич. По поводу водоотведения. Проблема устранена. И в течение пяти лет она там существует. Проблема там уже первая были прогнившие трубы. Прошлые годы заменили им спутник, но так как у нас новые водоочистные, они просто у нас, сами понимаете, реагентом позабивало. Этот вопрос тоже неоднократно поднимался. Трубы поменялись и буквально вот позавчера запущен был опять этот спутник. Устранена была поломка, прочищена полностью канализация. Так, дом постоянно на контроле у нас держится. Постоянно подрезаются сваи. По поводу лампочек, вы видите, там жильцы не вызывают, а то, что меняют сами, ну, есть же дежурный телефон, можно позвонить на дежурных, вызвать обязательно электрика, подписать наряд и все. Сам Федор Мецелевич неоднократно обращается, говорит то, что у нас там сваи просели, двери не закрываются. Он как бы работает у нас и сам устраняет это. То есть все делают, как сам. Как наш рабочий. И приносит наряды по этому дому. Впредь будем держать за эти дома с видеообращениями на особом контроле, чтобы там больше таких ситуаций не повторялось, не случалось. Как бы вины-то нашей в этом нету. Да и жильцов вины нету. Обращаются мы, исполняем сразу в кратчайшие строки. Стараемся устроить все поломки, все недостатки, все обращения. На контроле держится все. Гражданам просто надо обращаться на дежурный телефон. Дежурный телефон постоянно в сутки работают, сантехники, электрик меняется. То есть обращение надо гражданам, чтобы это все фиксировалось. Вот такой ответ нам поступил. Я думаю, теперь жителям Панаевска станет яснее, как поступать в той или иной ситуации. И на самом деле нам тоже поступали вопросы по поводу работы РСУ Панаевска. Александр Валерьевич, вы когда ездите по поселкам, в том числе в Панаевск, в рабочие поездки, проводите приемы граждан. Может быть, к вам кто-то обращается с подобными проблемами? Очень часто обращаются. Но не с подобными проблемами. На самом деле, скажем так, масштаб проблем намного шире. Конечно, сразу тоже включаемся, где есть необходимость. Как правило, это в основном, конечно, новые дома. Почему-то тут обращение. То трубы начинают раньше времени охлаждаться. То что-то протекает, то какой-то сквозит. Моментально включаемся. И если кто-то что-то недобросовестно делает, пытаемся, скажем так, их заставить поменять свое мнение и свою работу. И сделать все качественно, чтобы максимально люди не жаловались. Хорошо. Не меняют лампочки, не чистят крыльцо, не моют подъезд. Вот основные причины негодования жителей. Многие хотят отказаться от услуг управляющей, но не знают, как. И как можно повлиять на обслуживающую организацию, если она выполняет свои услуги недобросовестно? Что делать? Конечно, это выбор жителей. Ради бога. Это как бы остается решение за ними. Если вдруг жители многоквартирного дома решили отказаться от услуг управляющей компании и уйти в непосредственную форму управления, ради бога, пускай обращаются, пишут заявление. Мы собираем собрание, все это на собрании фиксируем. Но так как вы прекрасно понимаете, что у нас не такой большой выбор управляющих компаний, она по сути дела одна на данный момент, то они в основном у нас, я говорю, все уходят на непосредственную форму. А так, да, уходят, подписаны. Вот я говорю, на данный момент у нас 46 домов, которые решили уйти в непосредственную форму управления и распоряжаются сами. Ну а если хотят повлиять на управляющую компанию, то, пожалуйста, звоните по телефону на аварийную службу, либо звоните по телефону генеральному директору 3064. В принципе, мы всегда идем на контакт с жителями, всегда стараемся вникнуть в любую проблему, пытаемся помочь. Поэтому как-то так будем влиять на наших работников, если они недобросовестно работают. Я, наверное, добавлю. Ну, во-первых, не совсем, наверное, правильный выбор, особенно, скажем так, в условиях крайнего севера переходить на непосредственный способ управления. Есть определенные риски, которые могут, скажем так, не очень приятны быть для собственника. Перейду непосредственно для того, чтобы максимально сгладить любую ситуацию с управляющей компанией. Наверное, все-таки нужно в первую очередь, если вопрос, скажем так, несрочный и не архиважный, наверное, есть необходимость письменно обратиться в управляющую компанию. Если в соответствии с действующим законодательством, а именно в течение 30 дней, вы не получаете ответа или ответ вас не устраивает, то есть тогда необходимость уже обратиться либо в Департамент Государственного жилищного надзора, либо в Роспотребнадзор, либо в прокуратуру, либо уже непосредственно в суд за защитой интересов своих и своих прав. Если уж вопрос очень срочный и требует немедленного вмешательства и взаимопонимания с управляющей компанией нет, то я рекомендую, во-первых, здесь указываны все телефоны, куда необходимо обращаться, либо рекомендую обратиться прям напрямую ко мне. Мой кабинет номер 32 в администрации и рабочий телефон 303-98. Попытаемся очень оперативно отреагировать на вашу жалобу. Хорошо, спасибо. Думаю, эта памятка очень пригодится всем жителям района. Есть и другая сторона медали. Сейчас мы вас с ней познакомим. Жители требуют и с Ямалком Энерго, и с управляющей компанией, но всегда ли они сами являются добросовестными потребителями? Внимание на экран. Продолжение следует... Вот такой невеселый видеоряд. Давайте я прокомментирую. Складирование мусора под домами указывает то ли на лень, то ли на сознательное вредительство. О причинах можно долго рассуждать. И это не просто экологическая проблема. Захламление цоколей может повлечь за собой пожароопасную ситуацию. И такие жильцы часто омрачают настроение своим соседям. Как можно на них повлиять? Может быть, существует какое-то наказание для таких нерадивых граждан? Есть административное воздействие на них за складирование мусора в неположенных местах. Но я от себя хочу добавить, что в рамках года экологии в этом году у нас была просто тоже огромная работа проведена по чистке нашего поселка. Но вот есть, да, у нас такие моменты, когда жителям иногда порой 10 шагов пройти и выкинуть мусор именно в места складирования этого мусора. И они это делают почему-то под домом. Поэтому хочется обратиться ко всем жильцам и всем жителям Ямальского района. Давайте как-то все-таки делать наш поселок чище и уважать труд других людей. Потому что ведь на самом деле огромные кучи мусора были вывезены. Но, как видим, после вот этих субботников, которые проходили у нас практически все лето, у нас вот такая ситуация опять повторяется. Хорошо. Я хотел бы еще тоже добавить, что, во-первых, существует правило благоустройства поселений. И в случае, если такого, скажем так, обнаружается, то необходимо обратиться в сельскую администрацию для привлечения данных лиц к административной ответственности. Это будет очень, скажем так, показательно. И в дальнейшем, наверное, работник, не работник, прошу прощения, а наниматель данных помещений, наверное, все-таки задумывается, делать так или не делать. Это культура наша. Точнее, ее отсутствие показывает. Это, к сожалению, без культуры приводит иногда к плачевным последствиям. Надеюсь, что... И я думаю, здесь еще может быть, наверное, как одно из таких профилактических, скажем так, обучающих работ, может быть, больше и чаще организовать управляющую компанию субботники в данных домах. Созвать людей на субботники и непосредственно своими руками убирать. Как только он уберет, я думаю, в следующий раз он уже не захочет бросить, потому что свой труд он почему-то намного ценнее, чем нежели кто-то пришел и что-то убрал. Я с вами абсолютно согласна, потому что у нас на самом деле есть такие дома, где мы не единожды пытались собрать собрание именно на субботник, но люди как-то почему-то игнорируют, не хотят делать свой дом чище. Обычно, знаете, как это бывает на субботниках, убирают те, кто не мусорит. Все верно. Значит, в добровольно-принудительном порядке активизировать добросовестных граждан, добросовестных нанимателей, добросовестных собственников, чтобы они уже, так сказать, поднимались и с собой всех вот этих вот нерадивых жильцов как-то влияли на своих соседей с вами. Обязательно. Нет, но я тут тоже могу сказать, потому что на самом деле ведь у нас есть дома, где вот есть такие прям активные жители, активные группы, которые звонят, с которыми прям активно общаешься, вникаешь в проблемы дома. А есть дома, где на самом деле вот ничего не хотят, ничего не надо, так брошенки, так скажем. И потом люди жалуются, вместо того, чтобы вот найти инициативного человека, который бы действительно ходил бы и говорил, что вот такая-такая-то проблема. Потому что мы же сами понимаем, что возле каждого дома не поставить человека, который бы следил непосредственно постоянно, горит ли у вас свет, закрывается ли у вас дверь. Звоните, общайтесь, обращайтесь, и мы будем реагировать. Хорошо. Нам поступило смс-сообщение. Давайте я зачитаю его. Хотелось бы выразить благодарность работникам филиала акционерного общества Ямальской управляющей компании в селе Салимал и ее директору Платоновой Анне Анатольевне и главе села Салимал Алексею Вахтомину за проделанную работу, за организацию и проведение собраний граждан с понятным объяснением своих обязанностей и обязанностей собственников жилья. Также хочу отметить, что информация о тарифах размещена на сайте села Салимал. Александр, соответственно, Салимал. Это как раз после последней нашей поездки рабочей, когда мы разговаривали с жителями, объясняли. Очень бы хотелось, чтобы это не был работник Ямал, управляющей компании, либо не работник администрации Салимал. Ну, это еще не все. Снова звонок в нашей студии. Мы его принимаем. Говорите, вы в прямом эфире. Алло. Алло, здравствуйте. Говорите. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Вас слышат, говорите. Поздравляю всех с наступающими новогодними праздниками. Благодарю управляющую компанию Ямал Коммунэнерго за все-таки возросший уровень класс предоставления услуг. Мы лично, вот я житель, проживаю в микрорайоне Полярном, и нам услуги по факту оказываются полностью. Но вот есть вот такие вот моменты, которые вот все равно иногда случаются. Вот пример у нас такой, который лично меня беспокоит. После Пурги у нас прочищают дорогу и по тротуару проезжает маленький уборщик, который тоже там снимает слой снега и получается то, что отваливается по бокам, там же лопатой надо убирать, оно все вываливается на лестницу. И вот такая вот граница получается. Там прочистили, а утром, когда на работу выходишь, спускаешься по лестнице, по сути, ты заходишь в сугроб, потому что там никогда не чистят. И вот у нас стоят еще лавочки, они постепенно тоже снегом к концу зимы они будут полностью завалены снегом. Вот у меня вот наверное просьба как бы, чтобы, я не знаю, кто это должен делать, но вот чтобы оно убиралось что ли более качественно. Вот. И еще один момент. Может быть, я конечно не по адресу, мы очень всегда с большим трепетом относимся к уборке возле нашего дома. У нас стоит лавочка. постепенно она сломалась. Вот кто ее должен починить и урну нам заменить, потому что по факту урны там нет. И слушая ваш прямой эфир, хочу сказать, что вот те люди, которые бросают мусор под дом, у нас есть такие люди в квартале полярном, которые выходят с крыльца, вот этот здоровенный пакет мусорный, пытаются запихнуть вот эту уличную урну. И никак воздействия на них, ну никак мы на них подействовать не можем. Все, большое спасибо, до свидания. Спасибо вам большое за вопрос, Анна Анатольевна. Наверное, вы прокомментируете. Вот это как раз тот момент, о котором мы говорили по уборке придомовой территории. То есть жительницы жалуются о том, что придомовая территория не убирается. В ее случае я предлагаю, давайте, наверное, вы обратитесь к нам, вернее, даже не обратитесь, а давайте на следующей неделе сделаем собрание и поговорим по поводу. Если жители захотят включить эту услугу к себе, в договор, мы, конечно же, будем готовы взять на обслуживание придомовую территорию при том условии, что все собственники согласятся, чтобы мы оказывали эту услугу, потому что на данный момент у нас перечня этих услуг, к сожалению, нету. Мы чистим крыльцо и метр от крыльца. Но собственники могут внести это кухню в историю. Конечно, это универсальный, я говорю, инструмент, собрание собственников, где можно решить все вот эти моменты. Антон, тут наоборот сказали, МКСМ-ка прошла, снег счистила с тротуара, и вот этот снег, часть попала на крыльцо. куча снега, остается, то есть его нужно просто столкнуть по бокам. Тогда надо узнать, что заемка-соемка у нас прошла там. Ну, я так понимаю, это трансгеострой, поэтому нужно просто с ними составить график, они прошли, вы за ними просто прошли с лопатами все это убрали, весь этот снег. А что касается, конечно, сломанной лавочки, ну, она же не сама сломалась. Насколько я, вот буквально, тоже был в полярном не так давно смотрел. На самом деле, печальная ситуация, лавочки на самом деле антивандальные. Каким образом их умудряются сломать, ну, это очень интересно. Поэтому, еще раз призываю всех жителей за этим очень активно следить. Всех, кто это делает, скажем так, этих вандалов нужно выявлять и непосредственно обращаться вплоть до полиции. Это порча имущества, нанесение вреда. Поэтому активней быть в этом направлении. Что касается чистки самих лавочек, я думаю, Анатолий, надо тоже как раз собрать, проинициировать собрание собственников и решить этот вопрос. А что мы будем делать? Потому что бесплатно ничего в жизни не бывает. Хотят люди, чтобы было вот прям комфортно, вот именно так. Можно пояснить. Должно, да. Должно, соответственно, как-то это все отразиться и в оплате. Потому что это будет отдельный человек, это будут трудозатраты, поэтому есть определенная, скажем так, процедура, как это все дело легализовать. Хорошо. У нас активизировались жители, нам приходят и смс-сообщения, и снова телефонный звонок. Я предлагаю сначала послушать, что у нас хотят спросить. говорите вы в прямом эфире. Нет, к сожалению, звонок сорвался, поэтому я зачитаю смс-сообщение, очень интересное. Жительница села Ярселе проживает по улице Федорова, 37, спрашивает, у нашего дома одна из самых старых теплотрасс в поселке, которая еще и протекает кипятком. При этом в месяц мы платим 6 тысяч за отопление, половина которого до нас не доходит. А еще теплотрасса подогревает холодную воду и с утра у нас кипяток из холодного и горячего крана. Кто руководит теплотрассами? Ну, Дарья, отвечу я. Обслуживание теплосетей на тех участках, где присутствует как оператор Ямалкомонерго, естественно, закреплено за нами же, за Ямалкомонерго. По поводу замены теплотрассы по улице Федорова она внесена в план на 2018 год. К сожалению, а, был назван дом, 37-й? 37-й дом, 37-й дом, надо будет уточниться, входит ли он в тот участок, который будет меняться, там порядка где-то 800 метров, если мне не изменяет память. Ну, если житель говорит о том, что он прям вообще ветхий, то да, у нас в любом случае все сети теплоснабжения меняются по мере их обветшалости и по мере того, что они приходят в негодности. По поводу того, что протекает трубопровод, как правило, в зимний период это видно. я сам проживаю на улице Федорова в данный момент и недалеко от 37-го дома прожил несколько раз, если честно, не видел образования пара, ну, а это неизбежно при условии того, что вода достаточно высокой температуры, порядка 50-60 градусов, ну, если, ну, необходимость есть, дополнительно будет сделан обход и осмотрено, ну, по поводу. Я думаю, что нужно сделать обязательно обход, осмотр, раз поступило обращение, значит, дыма без огня не бывает, поэтому можно обязательно это сделать. Можно как-то вот срочно помочь жителям, не ждать, пока заменят? Да, 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 конечно, несомненно, будет сделана, проведена работа. Я думаю, жительница Ярсина нас услышала и ответ ее устроил. Еще одна короткая реклама прерывает наш эфир, не переключайтесь. Информационный ресурс живемнасевере.рф создан для того, чтобы быстро, удобно и просто реализовать ваши идеи и предложения, как сделать жизнь на Ямале лучше. Платформы «Предлагай и решай» помогут вам в этом. Платформа «Предлагай». Здесь можно предложить идеи и отследить их реализацию. Платформа «Решай» это возможность принять участие в голосовании по вопросам, имеющим значение для жизни вашего города и поселка. Это ваш шанс влиять на решения, которые принимают власти. Как это работает? Для участия в обсуждении или голосовании пройдите обязательную регистрацию на сайте любым из предложенных способов. Участвуйте в голосовании или обсуждении, получайте бонусные баллы и обменивайте их на сувениры или муниципальные услуги. Выбирайте, каких успехов вам жить, учиться, воспитывать детей, строить ваше будущее. Сделаем свой дом лучше. И вновь вас приветствует студия прямой линии по вопросам ЖКХ на ЕТВ. Я предлагаю продолжить тему недобросовестных потребителей, но уже в разрезе должников. Сколько их у нас насчитывается в Ямальском районе и как вы с ними боретесь? Давайте я, наверное, начну. Конечно, у нас проблема должников очень острая. На данный момент в управляющей компании около 2000 должников. Сумма около 31 миллиона, 2-300 из которых это текущее, все остальное просроченное. Конечно, мы ведем все возможные законодательными способами работу в направлении работы с должниками. Это досудебная переписка, переговоры, это обращение в суды. Но также хочется отметить, что мы также идем и навстречу нашим должникам. То есть, если приходит человек нам и обращается за рассрочкой, мы ему такую предоставляем в связи с его финансовыми возможностями от 3 до 9 месяцев либо больше. То есть, смотрим как раз на финансовые возможности должника. И также, если житель вдруг к нам обращается по списанию исковой давности, мы тоже это делаем. Опять же, мы им списываем, а остальную часть долга человек гасит. Но хочу сказать, что опять же, пользуясь моментом, уважаемые жители, оплачивайте услуги, как же личные, так и коммунальные, потому что только от этого зависит, насколько будут ваши условия проживания благоприятны. То есть, чем больше мы получим от жителей, тем больше мы в них вложим. Хорошо. Владимир Михайлович? Да, если смотреть на цифры, то у нас ситуация еще печальнее. На данный момент общая задолженность населения на территории Ямальского района за коммунальные услуги составляет порядка 55 миллионов. Из них текущая задолженность порядка 17 миллионов. Все остальное больше 30 миллионов. Соответственно, это у нас просроченная задолженность, которая уходит далеко. Общая сумма, ну, вообще, количество должников порядка 3,5 тысяч. Именно тех собственников жилья, которые не платят за это. По поводу работы с должниками, аналогичная схема, она как бы закреплена, я думаю, за всеми жилищниками, кто занимается данным рода услуг. Также хочется обратиться, что своевременная оплата, она в любом случае несет больше позитивного. И всем и региональному оператору, и владельщикам будет это звание сменено лучше, конечно. Многие жители считают незаконными действия ресурсной организации по принимаемым к ним мерам за неуплату коммунальных услуг. Это отключение света, выселение из квартиры и списание долга с банковских карт. Что касается последнего, можно ли считать эту процедуру законной, если с лицевого счета снимаются денежные средства, которые были получены в виде алиментов, пенсии, пособия на несовершеннолетних и пособия по инвалидности? Ну, если вы позволите, я начну с самого начала вопроса по поводу того, каким образом происходит вообще процедура попадания в так называемые должники. В частности, при образовании задолженности свыше двух календарных месяцев у ресурсно-сообежающей организации возникает право в ограничении электрической энергии, а в дальнейшем и в полном отключении от ресурса. Обязательно должна быть схема по проработанному с точки зрения права человека. Это обязательно должно быть направлено уведомление. Почтовым сообщением, как правило, Ямалкомунерго мы направляем уведомление об отключении. По истечении 20 дней, если не внесена плата за коммунальную услугу, наступает возможность ограничения. По истечении 10 дней с момента возможности ограничения потребитель полностью отключается от электроснабжения. В это же время у ресурсно-сообежающей организации появляется возможность обратиться в Мировой суд Российской Федерации с просьбой взыскать плату в каком-либо... Мировой суд в течение 10 дней рассматривает наше заявление и, собственно говоря, выносит решение либо же не выносит. Хочется на этом заострить внимание очень часто жители и потребители наших услуг не пользуются этой услугой, этой прерогативой, установленной законодательством об обжаловании в течение 10 дней непосредственно. Но ввиду всякого рода есть причины по поводу того, что жители часто бывают не согласны с тем, что их собираются отключить от электроэнергии. Вот на этом этапе с того момента, когда вы получили уведомление о начале судебного производства, необходимо это сделать и вполне возможно все будет обжаловано в рамках процессуального кодекса. В общем, ну и в остальном, соответственно, переходя к вопросу об ограничении счетов банковских карт, суд по итогам рассмотрения направляет уведомление в непосредственно банковскую организацию, непосредственно в исполнительные органы, которые уже в соответствии с законом об исполнительном производстве начинают процедуру блокировки и списания средств. Если рассматривать детально статьи закона об исполнительном производстве, то та категория, которая защищена от снятия средств, это получатели алиментов, получатели детских пособий. То есть именно вот эти платежи, которые направлены на это, они не должны взыматься. Но надо отметить, что не Ямалком Энерго является непосредственно взыскателем в этом случае. То есть это все-таки государственные органы занимаются этим, поэтому допустим, если у кого-то есть вопрос по поводу ошибок, я тут, конечно, не поясню. Но вообще, если что касается частей, как нам обращаются по поводу пенсии, в частности по старости, они, к сожалению, в список защищенных платежей не входят. А пенсии по инвалидности, пособия по инвалидности? Насколько я помню, их в списке также нет. Я знаю, что у Ямалком Энерго есть не только ограничительные меры, но и стимулирующие. И я думаю, расскажите о них. Да, в настоящий момент в период декабря 2017 года проходит акция в Новый год без долгов, которая говорит о чем? О том, что любой оплативший задолженность, полностью погасивший задолженность, исключая судебные издержки, ну, если у кого-то на руках уже есть судебное решение, где прописана оплата госпошлины в размере 250 рублей, то есть погасивший полностью задолженность, получает списание со счетов полной стоимости начисленной пени, какого бы размера она ни была. Также у нас с Нового года запускается акция «Добросовестный потребитель». Это относится к тем плательщикам, которые на протяжении долгого периода времени, можно сказать, от полутора до двух лет, не так долго существует Ямалком Энерго на территории Ямальского района, вносили свое время на плату, не образовывалась задолженность, комиссионно все эти плательщики будут отобраны списком, определится порядка 20 победителей, которые получат ценные призы в размере, ну, размер определится позже, но в любом случае это либо будет какая-то средняя стоимость бытовая техника, ну, я имею в виду некрупная бытовая техника, либо же списание со счета, либо какой-то денежный приз, что, ну, в любом случае это будет позитивный момент. Дорогие жители, спешите платить коммуналку вовремя и можете стать обладателем призов. Ямальцы заявляют, что им надоело стоять в очередях, оплачивая коммуналку. Когда можно будет платить за жилищно-коммунальные услуги онлайн? И какие сегодня есть способы оплаты жилищно-коммунальных услуг у потребителей? Да, на самом деле существует проблема, ну, по крайней мере, на территории села Ярсали с образованием очередей непосредственно в кассу предприятия. Нужно отметить, немного отступив, что ресурсно-снабжающей организации выгодно, чтобы оплата происходила быстро, своевременно, чтобы человек не разворачивался, когда видит, что стоит очередь в размере 10 человек. То есть мы все усилия к этому прилагаем, тем более, когда проходит акция по списанию пени, то есть, опять же, нельзя сказать о том, что мы заинтересованы, чтобы получить лишние пени. Нет, иначе бы не было смысла в проведении этих акций. С 1 октября 2017 года заключено соглашение с Единым расчетным информационным центром о действии его на территории Ямальского района. Все платежи, включая платежи управляющие компании будут происходить в одно окно. Дополнительно в декабре 2017 года мы установили еще один терминал на прием таких платежей. То есть теперь люди вносят плату по двум терминалам и дополнительно наличными средствами в кассе. В первом квартале 2018 года СПАО Сбербанк будет достигнуться соглашение, по итогам которого плату можно будет по квитанциям вносить как в кассы Сбербанка, так и в банкоматы, так и через личный кабинет онлайн Сбербанк. Что касается личных кабинетов ГИС, ЖКК и госуслуги, также прорабатывается на уровне официальных запросов, официального взаимоотношения непосредственно с поставщиками таких услуг. На данный момент не подтверждена техническая возможность оплаты услуги через вышеуказанный кабинет. Вот с появлением единого расчетного информационного центра жители будут больше платить? Тарифы повысится, она же какая-то как-то повлияет? Нет, абсолютно никакого влияния образования единого расчетного информационного центра на территории Мальского района на тариф, ни на один из тарифов не повлияет. Хорошо, спасибо. У нас есть смс-сообщение. Снова это поздравление, как ни странно. Пришло оно к нам из мыса Каменного. Жители пишут Добрый вечер. Хочу сказать спасибо тем, кто трудится на котельных и электростанциях, а еще поздравить их с наступающим профессиональным праздником Днем энергетика. Вы трудитесь день и ночь, спасибо. И пометка, что это не из Ямал Коммун Энерго. Это не сотрудники ресурсной организации. Хорошо, мы продолжаем. Сегодня мы обсудили много проблем, жалоб и недовольств, но думаю в нашем разговоре есть и приятные моменты, позитивные. Расскажите, Александр Валерьевич, наверное, к вам все-таки о том, что было сделано и о планах сферы ЖКХ на следующий 2018 год. Что нас ждет? Ну, основным, скажем так, достижением, это касается энергообеспечения, мы все-таки заканчиваем установку и пусконаладочный режим, значит, вводится оборудование по мысу Каменному, это третий энергоблок, мощностью полтора мегаватта, что должно позитивно отразиться на качестве и надежности электроснабжения данного поселка. мы отремонтировали в текущем году несколько километров сетей тепловодоснабжения, несколько километров сетей электроснабжения, что тоже должно отразиться позитивно на качестве получаемых энергоресурсов. Наконец-то в этом году мы завершили пусконаладочный режим первой очереди дизельной электростанции, решение дизельной электростанции в селе Ярселе. Первые 3,8 мегаватт уже включены в основную работу. Заканчивается модернизация водоочистных сооружений в селе Ярселе. Что касается планов на 2018 год, то я, наверное, озвучу всего такой небольшой фразой. Мы продолжим наше направление совместно с ресурсной организацией. Это, в первую очередь, снабжение населения все-таки доведение воды до санитарно-эпидемиологических норм. Это замена труб на полипропилен. Это и, скажем так, все-таки там, где иногда появляется марганец, демарганация воды без железования. Там, когда тоже получаются небольшие всплески, тоже на этом особое внимание этому уделим. И, конечно же, надежное электроснабжение. То есть продолжится у нас реализация второго очереди уже электростанции расширения в селе Ярсали. То есть два еще энергоблока должны в летний период уже поступить сюда. И опять же продолжится у нас расширение строящейся газопоршневой электростанции в Масекамене. По 0,5 мегаватт должно прийти уже, скажем так, в первую навигацию уже должно быть смонтировано и пущено в эксплуатацию. Кроме того, у нас также продолжатся работы по генерации в Масекаменном. Там есть определенные небольшие, скажем так, проблемы, но мы за следующий период обязательно все устраним. И все наши действия направлены на то, чтобы как можно меньше жалоб населения было по вопросам жизнеобеспечения. Это такая специфичная сфера, они вспоминают только тогда, когда какие-то есть проблемы. Поэтому я все-таки в преддверии новогодних праздников и Рождества хотел бы поздравить всех жителей Ямальского района с наступающим наверное самым добрым, самым светлым праздником, которого несмотря на любой возраст ждут. Хотел бы всем пожелать в следующем 2018 году крепкого ямальского здоровья, благополучия и как можно чтобы меньше вас беспокоили проблемы с ЖКХ. И конечно же всем тем, кто непосредственно работает в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, я всех вас поздравляю с наступающим днем энергетика, который будет 22 числа. Безаварийной вам работы, счастья, здоровья вам и вашим семьям. Спасибо. Очень хорошо сказано, я думала, что мы закончим на этой позитивной ноте, но все-таки мы успеем принять еще один телефонный звонок, мне сообщают, что он из СИИХи. Говорите, вы в прямом эфире. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. 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 У нас по уличным трубам вода текла, питьевая вода. Это я такой вопрос знаю, с кого снимают, с квартир, наверное, снимают, в которой вода текла. Плохо слышно, к сожалению, что-то там про воду, о том, что вода течет из труб, видимо, которые на улице находятся, вытекает. Почему она питьевая, непонятно. Дарья, у меня просьба, чтобы, раз заявители мы не услышали обратившегося, все-таки координаты остались, я думаю, что мы обязательно обеспечили вопросы, чтобы сразу проработать, что конкретно не так с водой. Я думаю, жительница СИИХи, которая задавала вопрос, с ней свяжутся и все ей объяснят по ситуации, которая происходит. Ну что ж, на этом наш эфир подходит к своему завершению. Я благодарю наших гостей за открытую беседу. Спасибо. Сегодня нам в студию поступило много звонков и смс-сообщений. Хочу сказать спасибо телезрителям за такую активность. Не расстраивайтесь, если вам не удалось задать свой вопрос в прямом эфире. Нашим гостям ответы на все поступившие обращения будут размещены на информационном портале Ямальского района до 29 декабря этого года. И здесь же вы сможете ознакомиться с памяткой, в которой указаны контакты служб и ответственных лиц за аварийные ситуации. Мы надеемся, что вся информация, которую нам сегодня преподнесли гости, специалисты сферы жилищно-коммунального хозяйства, найдет своего адресата и поможет в решении наболевших проблем. С вами была Дарья Зимина. Всего доброго. До встречи на ЕТВ. И также с наступающим днем энергетика и с наступающим Новым годом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин